итак всем привет сегодня покажу свою первую такую вот съемку как я создаю сенсорику треки вот как вообще сенсорика создается и где она создается скажу одно программа reoson 5 то есть reason reason 5 reason 6 не устанавливаю потому что там в принципе все то же самое только больше херни всякой добавили в общем не об этом вот это моя первая такая вот фигня которую я выложу сенсорику вот проект не за трек недоделанный особо я еще не отмастерил его полностью то есть просто буквально на слух пока не сделал такой мастеринг звук чтобы не забивала ничего ну и можно было как нибудь слушать вот в основном я использую классическую классический мастеринг то есть про просто классический мастеринг вот чтобы ну было нормально не давило на уши и так далее так вот сейчас давайте прослушаем что у меня получилось и что ну как бы будет дальше после этого всего я вам покажу что где как почему но и и и и и и и и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Типичный трансовый синтезатор. Типичный трансовый синтез. Типичный трансовый синтез. Типичный трансовый синтез. Типичный трансовый синтез. Вот он, вот этот бас. Вот мне почему-то такой бас хотелось агрессивный. Бас у нас используется вот такой. Прорисовка вот такая. Сейчас он появится. В следующей этом идёт уже у нас такой бас. Так, ну бас примерно половину рассказал. Значит, из чего состоит бас и вообще, что я использовал у него. Значит, у меня есть комбинатор Transitation. Я скачал в интернете, то есть... Как оно там называется, я не помню. То есть тут у меня есть звуки. Altitude я взял бас. Бас я ничего не изменял, то есть единственное, что я громкость... Ну, то есть, чтобы нарастала громкость. Вот. Так всё на месте, как было, так и осталось. Стандарт. Вот. Altitude, да, он хороший бас. Значит, редрам. Что у меня здесь? Здесь у меня кик. Кик сейчас не слышно. Надо отключить вот эту вот фигнёшку, и будет слышно. Так, ну это мне не нравится. Ага, я же выключил. Ай-яй-яй. Так, вот. Не, ну что-то он издевается, но там, ну, кик. Ладно, перетащим в другое место. Вот, теперь ты должен у нас играть. Вот. Значит, вот здесь у нас кик. Обычный Psytrance-овский кик. Zeny Share. То есть, у меня тут целый пак таких киков. Тут папки, 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 папки. Вот, здесь целая куча звука у меня всяких. Потому что в Ризоне стандартные звуки, они просто ни о чём. Ну, как бы, если вы величайший там накрученный мастер, там, круче Армина, Бордюрена и так далее, и Дэвид Спагетти, то, может, вы что-то сможете накрутить с тех стандартных звуков. Ну, ладно. Смотрим, что у нас дальше. Клэп. Обычный клэп. Ну, и он же бит, как говорят. То есть, такой. Следующий. В драм-дорожке у нас идёт электро. 40 KAR там, но KITSK электро идёт у нас тут. То есть, 142 ppm я выбрал. Это маленькие такие кусочки на светителя звука. Я их использую. Когда мне просто нет фантазии нарисовать примерно что-нибудь такое, я вот беру вот такие кусочечки. Так, потом следующее. Вот такое вот тоже. То же самое. SYNC, ПК, LOB. BPM у них 140, но тут не пишется. Как я узнавал, 140 BPM у них или нет? Да никак, наугад. Просто взял и оно подошло. Так. Четвёртое. Просто хэты. Обычные хэты. Так, следующее. Crash, как они говорят. Или реверс-крэш. То есть, вот он. Я по-научному плохо знаю, как это всё объяснять. И это я... Я самоучка вообще. То есть... Вот. Кэш или Crash. Как-то так оно говорится. Ударник. Ну, дальше стандарт. Звуки. Здесь я ещё ничего не загружал. Вот эти три. Так. С ридран-дорожкой мы разобрались. Мастеринг компрессии. Я просто чуть-чуть добавил компрессии. Так. Капельку. Вот здесь я ничего не крутил. Здесь всё стандарт. Так. Ну, следующее у нас. Синч 0.42. Это получается... Вот у нас идёт. Это обычные... Психоделические звуки. Такие вот. Вот. То есть... Я нажму вам, чтобы вы не думали, что это сэмплы какие-то. Так. Следующее. Следующее у нас синч 105 идёт. Тоже психоделический звук такой вот. Не знаю. Я раньше любил писать музыку пси-трансы. И как-то у меня перешло в такой транс эти все звуки. Вот так вот. То есть оно звучит. Сейчас покажу, что это не сэмпл. То есть... Вот. Следующее у нас идёт синтезатор. Точнее... Как они там... Лид риф. Что-то в этом роде. Ладно. Слушаем его. Перемотаем его сюда. Что я сделал с этим синтезатором, чтобы он звучал так, как мне нужно. Значит, здесь есть три вещи. Если сделать вот так. Выключить. То получится всего лишь... Ну... То есть вот так вот у нас оно будет звучать. Я накинул вот такой DL-1. DL-1. И вот получил вот такой вот синтезатор. Velocity я не трогал. Мне здесь не нужно Velocity трогать. В принципе. Так. Ну, с синтезатором мы разобрались. Следующий у нас идёт вокал. Ну, как вот здесь слышно у нас бывало. Ой, не то, не то. Так. Вот. Вся фишка в том, что сэмпл как бы сам коротенький. Вот он. Я накинул DL-1. Добавил на 7. Вот здесь выкрутил в обратную сторону вот этот вот кружочек. Потому что он... Ну, короче, это параша. И здесь добавил вот так вот. И получил вот такой вот специфический... Так, сейчас на включите его. И получил вот такой вот специфический вокал. Здесь у нас идёт вот такой вокал. Второй получается. Вот он. All around, да. Шикарно звучит. И третий у нас идёт такой. То есть, вот он. То есть, когда оно звучит всё вместе с бочкой и так далее, вот что оно получается. Вот так вот. Значит, вокал всё разобрались. Следующий у нас идёт вот такой вот интересный хрень. Вот мне многие друзья говорят, блин, вот как ты это делаешь? Да легко и просто. Вот оно. Ничего сложного нет. Вот. Ну, в принципе, всё. Думаю, доделаю скоро этот трек. В ближайшее время... Ой. Я вообще хотел этот трек сделать подобию вот этому треку. Вот он у нас. Logik Bomb Detailings. Вот он. То есть, чтобы он чем-то был похож на вот этот трек. Никто не. Так. Так. Продолжение следует... Продолжение следует...